Сотрудники Щелковского телевидения в необычной роли. Отставлены в сторону камеры, микрофоны и компьютеры, вместо них футбольные и баскетбольные мячи и прочий спортивный инвентарь. Тренируемся бить поворотом и бросать мяч в кольцо. Никогда раньше мы не принимали участие в журналиаде, физкультурно-спортивном празднике среди подмосковных журналистов. А тут решили попробовать. Тем более журналиада юбилейная, десятая. Сами соревнования традиционно проходят в Раменском городском округе на базе военно-патриотического центра Офицерское собрание. Погода не подвела, дождя нет, палящего солнца тоже. На площадке выстроились 14 команд-участниц. Состав смешанный, кто-то даже семьями приехал. Вот мы, красивые, в фирменных футболках с флагом телерадиокомпании Щелково. Его мы доверили собственной группе поддержки в составе корреспондента Ани. Дорогие друзья, я рада приветствовать вас на этой традиционной для Союза журналистов Подмосковья для журналиады площадке. Вот этот праздник спорта, по которому соскучились журналисты, мы вынуждены были в прошлом году прервать эту традицию. Ваше участие здесь тому яркое свидетельство. Хочу вам сказать огромное спасибо за тот дух, который царит здесь. Для меня это действительно праздник, для меня это общение с вами, увидеть знакомые лица, познакомиться с теми, с кем я не знаком. А самое главное без травм, чтобы завтра все вышли на работу, а не взяли больничные. Пусть обязательно победит сильнейший. Надо сказать, что призы участникам начались еще до соревнований. В рамках журналиады состоялась церемония награждения победителей 8-го творческого конкурса журналистских работ «Спортивная Подмосковья». И у нас первое место в номинации «Лучший портретный очерк». На конкурс мы представляли фильм из серии «Человек на своем месте» про директора универсального спорткомплекса Подмосковья Виталия Новицкого. Скромно радуемся, без награды уже не уедем. Знали бы мы тогда, сколько раз еще покажем себя в этот день с лучшей стороны. Да, а назвали мы свою команду «Щелковские кадры». Простенько и со вкусом. Первое состязание – перетягивание каната. Участвуют все команды, проигравшие выбывают и отправляются дальше по маршруту. В первом раунде наш соперник – команда «Радуга» из Павловского посада. Наши парни легко побеждают. Еще бы, одни только два оператора Сережи производят на соперников такое впечатление, что те готовы сдаться без боя. Следом также уверенно повержены «Радионогинска» и «Люберцы». Поляна пустеет, остались лишь два финалиста. В решающей схватке нам противостоят коллеги и соседи – команда «Королев ТВ». Несколько секунд и еще одна наша убедительная победа. Соревнования по дартсу на журноляде проходят по очень упрощенным правилам. Очки считаются не по секторам мишени, а кто ближе к центру попал, тот и лучший. Сейчас такие мишени висят, наверное, в каждой редакции. Тренируйся сколько хочешь. Была такая и у нас. Вот только участвовали от нас не те, кто днями не выпускал из рук дротики. Точнее, наоборот, выпускал. А тут вдруг у всех полетело. Особенно у креативного директора Анюты. В целом результат неплохо. Дальше по маршруту нас ждал восьмиметровый скалодром, который самим своим видом вызывал дрожь в коленках. Пожалуй, это единственный вид соревнований, для участия в которых требовался хотя бы минимальный опыт в спортивном скалолазании. В последний момент мы узнали, что от команды требуется не два участника, как мы готовились, а три. Кому-то придется лезть неподготовленным. Я, сказал наш капитан команды Костя, в телевизионной жизни инженер видеомонтажа, и быстрее всех покорил вертикальную стену. Потом признался, что делал это первый раз в жизни, но сказалась общефизическая подготовка. Давай, 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 давай. Костя, стой! Давай, Костя! Давай! Давай, Костя! Еще, все! Давай, Костя! Костя! Все! Наверное, самое захватывающее состязание на журноляде – эстафета. Она не очень спортивная, но от этого не менее сложная. Здесь ответственность взял на себя наш директор и главный тренер Евгений Докукин. Уверенно провел мяч по дистанции, а следом и остальные участники не менее уверенно и задорно перенесли на носилках раненого репортера и тяжеленный ящик с прессой, пробежали в тяжелом и неудобном костюме бойца Сумо. Поход на надувных лыжах поначалу вызывал смех, но оказалось, что здесь и требуется настоящая командная работа и слаженность движений. Чуть замешкались на старте, и как потом оказалось, эти потерянные три секунды стоили нам победы в номинации. Какой мальчишка не любит играть с мячом? Вот и наши взрослые мальчишки тоже. Тем более, они же тренировались, готовились. Конкурс под названием «Фудбаскет» команда «Щелковские кадры» преодолела достойно, хоть и не без доли везения. Например, на разминке у нашего зама-директора Юрия Накашидзе с корзиной взаимоотношения не складывались. А тут как прорвало. Говорят, везет сильнейшим. Заключительным видом соревнований для нашей команды стала стрельба из пневматической винтовки. Здесь тоже требовались определенные навыки. У мужчин они, естественно, закладываются в армии. А ваш корреспондент, как говорится, сама напросилась. Отстрелялись мы неплохо, но оказалось, что набрали одинаковое количество очков с текущим лидером команды «Мэтт Докс» из Домодедова. И нас с ними позвали на перестрелку. Все как в настоящем спорте. Посовещавшись, доверили решающие выстрелы оператору Валерия. И он команду не подвел. А дальше мучительное ожидание подведения итогов десятой журналисты Подмосковья. Когда же их начали объявлять, мы и сами, честно говоря, немного растерялись. Наш капитан выходил за наградой в каждой из шести номинаций. Мы победили в перетягивании каната, дартсе, футбаскете и стрельбе. В эстафете стали вторыми, в скалолазании третьими. Догадывайтесь, кто победил в общекомандном зачете. Да, этот красивый кубок теперь тоже будет стоять в нашей редакции. Второе место заняли Люберецкие звезды, третья команда «Искра ВКТ» из Воскресенска. Ах, да, и еще один спецприз вручили нам, как самой сплоченной команде. А мы не против, мы команда. Держитесь, соперники, мы приедем еще. Ирина Микеда и ваши щелковские кадры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok